Привет, мир! Очень рада тебя видеть. Сегодня я должна была рассказать вам о прочитанных книгах за август, и для этого я должна была закончить читать роман Антони Баят «Дева в саду», и я дочитала эту книгу. Но проснувшись сегодня утром, я поняла, что я практически буквально не могу связать двух слов. Вот просто эта книга так всколыхнула все, так меня взволновало, что впечатления не улеглись, и я просто не готова еще говорить об этой истории. Поэтому подождем до субботы, я чуть-чуть успокоюсь, облеку свои мысли в слова, и потом расскажу вам, что да как. Но, скорее всего, у меня будет не слишком популярное мнение насчет этой книги. Хотя, кто знает. Сегодня, вместо того, чтобы говорить о прочитанных книгах, я предлагаю заняться кое-чем интересненьким и веселеньким, а именно распаковать со мной посылочки, которые мне пришли буквально пару дней назад и лежали на этом самом столе. И я все это время ждала и терпела, чтобы заснять распаковку на камеру, и чтобы вы порадовались вместе со мной. Тут две посылки, и в одной я на 100% знаю, что лежит, а вторая это подарок от моей подписчицы Насти из Беларуси. И я примерно представляю, что там, но мне, конечно же, страшно интересно. Но сначала мы распаковываем первую посылочку, которая является очень для меня важной. Та-дам! Это посылочка от издательства Фантом Пресс. Я думаю, по моим книжным полкам, книжным покупкам, по моим марафонам, вы знаете, что мне нравятся книги Фантома. И по оформлению, и по тому, какую литературу они печатают. Поэтому, когда мне ребята из издательства написали и предложили посотрудничать, я просто не могла. Ну, вы представляете, насколько это прекрасно? Я просто в шоке. Я так рада, что я не знаю, как я все это время держалась, еще не разорвала этот пакет. Но сейчас я это сделаю. Пицца любого книголюба, когда он получает новые книжечки. Боже, я так ждала эту книгу просто. Я забросила ее во все корзины книжных магазинов. Добавила во все возможные и невозможные хотелки и списки. И вот. Вы посмотрите, вот она у меня. Давайте же просто раскроем эту пленку. Нету сил больше терпеть. Посмотрите, как переливается обложка красиво. В общем, это «Стеклянная женщина» Кэролайн Ли. Я как-то снимала видео с книжными новинками, читая книжными хотелками. Говорила, что очень хочется прочесть эту книгу. И причин много. Во-первых, место действия романа «Исландия». Второе, это вроде готический роман. По сюжету девушка живет, живет себе в семье отца и матери. Отец умирает, ей приходится выйти замуж. Она выходит замуж за какого-то вроде богатого человека и переселяется к нему в замок. И замок как раз-таки основное место действий. Там вот эта мрачнятина, какой-то замок населенный призраками прошлого, там что-то такое. В общем, это, мне кажется, прекрасное чтиво для такого какого-нибудь дождливого дня, поздней осени. Ой, очень хочется прочесть, жду-не дождусь. Не знаю почему, надо выбирать настроение, выбирать погоду и приступать. Ну, потому что новинка. Я думаю, что вам тоже интересно, что это такая за книга. Так, и вторая история. Ох, это Айдаха Эмили Роскович. На самом деле, когда только вышла книга, я к ней приглядывалась, ну что-то вот как-то замялась и не купилась книжка. А потом я прочла или услышала где-то, что это тихая драма. Я когда слышу такие слова в рецензиях или в аннотациях читаю, я понимаю, что эта книга потенциально может мне понравиться. Здесь по сюжету живут двое людей, вроде в браке, причем у мужа, получается, это брак уже второй, и у него какая-то потеря памяти. Я так понимаю, какая-нибудь там деменция, наверное. И вот они живут в какой-то глуши, и это, в общем-то, бессюжетная вещь, такое погружение в прошлое, где мы по кусочкам узнаем, что происходило в жизнях этих людей, почему происходит то, что происходит. Наверное, здесь будет грустно, наверное, здесь будет больно, но тихая драма, ребята, камон, я не могу не прочесть, когда слышу такие аннотации. На самом деле, иногда бессюжетные книги заходят мне даже лучше, чем какие-то вот активные, скоростные, сюжетные истории. Поэтому, мне кажется, этой осенью я буду только рада прочесть такую похожую историю, надо опять же находить правильное настроение. Итого, у меня есть два совершенно прекрасных романа, две книги, которые я хотела и по-прежнему хочу прочитать. Если вы что-то читали, делитесь внизу в комментариях своими впечатлениями, и также пишите, на какую книгу вам было бы интересно услышать отзыв, потому что я прямо даже не знаю, что выбрать и читать первым. Итак, давайте перейдем ко второй посылочке. Руки чешутся, мне так интересно, что там внутри. Я так долго терпела и уже не могу. Но посылка вот такая, она вообще совсем не маленькая, гляньте. Кажется, справилась, а может быть и нет. Так. Вам страшно? Мне? Да. А, это защитная штука. Столько тут подарков. Вы затрите. Так. Ну, это Джеффри Чосер. Я как-то купила книгу «Кларкенвельские рассказы Питера Акрайда». И они написаны по мотивам кентерберийских рассказов Джеффри Чосера. И Настя прислала мне кентерберийские рассказы, потому что я хотела прочесть их сначала, а потом уже Акрайды читать. Это букинистика, это должно быть очень красиво. Ну-ка. О, да. Где ты его взяла? Боже, вафельная обложка. Издательство «Правда». Запах старых книг. Ой, тут даже иллюстрации есть. Джеффри Чосер – это человек, живший в XIV веке. Его называют отцом английской поэзии. Да, это все, это вещи в стихах. И его кентерберийские рассказы – это его неоконченное произведение. И вот Акрайд по подобию создал только в прозе. Тут маленькие отрывки, кусочки, рассказы разных людей, из разных сословий, разного статуса. В общем, что-то интересное. Ну, по крайней мере, если я хочу читать Акрайда, то мне кажется, что с первоисточником надо ознакомиться. И как приятно, что Настя это запомнила. И взяла и прислала мне эту прелесть. Да, о! О, смотрите, это магнит из Беларуси. Книга! Ребята! Я смотрела на эту книгу, да-да-да. Это Итала Кальвина «Если однажды зимней ночью путник». Настя знает, что мне присылать. Вообще, отдельного внимания заслуживает книжный вкус Насти, потому что это просто как отдельный вид искусства. Вы вот в комментариях у нее спросите, какие у нее любимые книги. Вы обалдеете. Потому что я обалдела. Я помню, Алиса рассказывала об этом произведении. И там, вроде бы как, в книжный магазин приходит человек, открывает книгу, читает, не заканчивает, бросает и начинает новую или что-то такое. Да, это не роман, это 10 историй. Кажется своим сюжетом, атмосферой и автором. И каждый заканчивается на самом интересном месте. Главный герой, читатель и читательница. Да, это роман-игра. Я слышала совершенно противоположные отзывы об этой вещи. Как самые положительные, так и самые отрицательные. Итала Кальвина, выдающийся итальянский писатель второй половины 20 века. Как один из основателей европейского постмодернизма. Ну, то есть, это рубрика эксперимента. Это у меня будет как Миллард Павич. Но только мне кажется, что это мне понравится больше, чем Павич. Если вы что-то читали у Итала Кальвина, этот роман или какое-то другое его творчество, делитесь внизу впечатлениями. Ну, а Насте, давайте пообещаем, что я прочту эту книгу. Обязательно в какой-нибудь один из припадков, когда мне захочется читать экспериментальную литературу, я схвачу ее и потом с вами поделюсь впечатлениями тоже. Тут есть кое-что еще помимо книг, но давайте сначала с книгами разберемся. Вот что значит, человек знает, что мне надо дарить. Ребята, список Шиндлера Томаса Кеннили. К своему стыду я не читала ни книгу, не смотрела фильм. Я знаю, о чем эта история, я знаю, что она очень известная. Я знаю, что это вроде очень хороший фильм, но вот как-то не сложилось. У меня с фильмами, в принципе, не слишком складывается. Но тут вы спросите меня, хочу ли я читать эту книгу сейчас же, я отвечу да, потому что вы знаете, что я все время откникиваюсь от таких книг и все равно их читаю, все равно интересуюсь тематикой. И сейчас, внимание, вопрос к тем, кто читал список Шиндлера, именно читал по шкале от 1 до 10, насколько это душераздирающая история. Где 1, это совсем чуть-чуть, а 10, это все. Буду ждать ваших ответов, потому что я вот думаю, где найти времечко, чтобы прочесть. Посмотрите на эти книги. Чесар такой харизматичный, я не могу. Смотрите, что Настя прислала. Это что-то вроде полотенца. И я, как человек, который любит все эти кухонные штучки, никогда не прочь обновить, и вы только гляньте. Очень красивый рисунок, это просто сразу вызывает такие теплые воспоминания. Просто посмотрите. Это шопер, давайте сначала. Это шопер, и это цитаты Достоевского. Русским весьма часто смеется там, где надо плакать. Это я, когда читаю Достоевского, смеюсь вместо того, чтобы плакать. Это чудесно. Насколько я обожаю в последнее время шоперы, я даже не смогу вам передать словами, я просто обожаю эти вещи. У меня теперь вместо сумок практически только они. Еще один с моим любимым Достоевским. Любовь вот такая. Вообще даже слов нет. И здесь еще куча приятных, совершенно прекрасных мелочей. Это магнитные закладки. Ого, у меня такой закладки еще не было. Она цепляется за страничку как бы. Так, все. Это все. Посмотрите на это богатство. Настя. Это просто, это такой дружеский подарок. Действительно дружеский, действительно от души. Ну и, конечно же, спасибо большое за книги. Это самое главное, наверное, в этой посылке. И как приятно, что вещи, о которых я говорила когда-то, мой постоянный зритель помнит, знает, что мне этого хочется, что я это люблю, или хочет посоветовать мне какую-то книгу. Так удивительно и так приятно осознавать, что где-то за 10 тысяч километров от меня есть человек, который думает обо мне, который хочет сделать мне подарок. Это просто удивительно. Я не могу быть более благодарной, чем сейчас. Настя, спасибо большое. Вот такие у нас с вами распаковки получились. Просто целое богатство. У меня целая куча новых книг. Спасибо большое издательству Фантом Пресс за то, что они прислали мне эти книги. Просто любовь. Ребята, спасибо большое, что посмотрели это видео. Я очень надеюсь, что вам понравилось, что было весело, что вы расслабились и отдохнули. Подписывайтесь на канал, если вы еще нет. Ставьте лайки, жмите колокольчик. Это все каналу будет очень полезно, конечно же. А мне очень-очень приятно. Я, как всегда, желаю вам прекраснейшего настроения. Пусть ваша осень будет теплой и светлой. Целую вас крепко, обнимаю. И до встречи в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok